В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Во время локдауна МФЦ Ленинского округа будет работать в онлайн режиме. Большинство услуг, их более 200, доступны на едином портале государственных услуг. 30 лет вместе юбилей отмечает Ленинское отделение Всероссийского общества слепых. Люди знают, что с 10 до 2, на ПЛК 14 их ждут. По Дворце культуры прошла запись концерта, приуроченного к Дню народного единства. В сердце России найдете вы их имена. В Московской области дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Это касается в том числе и некоторых госучреждений. Несмотря на предупреждения, для многих жителей оказались полной неожиданностью закрытые двери многофункционального центра «Мои документы». Большинство работников МФЦ Ленинского округа 28 октября остались дома. А в очном режиме непосредственно в центре можно получить только одну государственную услугу. 28 октября по 7 ноября включительно МФЦ не ведет очный прием посетителей. За исключением одной единственной услуги – это регистрация смерти. Тем не менее, отчаиваться не стоит. Система «Мои документы» устроена так, что множество вопросов граждане имеют возможность решить дистанционно. Большинство услуг, их более 200, доступны на едином портале государственных услуг Московской области и на федеральном портале государственных услуг. Необходимо обратиться к этим ресурсам для того, чтобы подать то или иное заявление и соответствующим образом получить в электронном виде ту или иную услугу. Неделя перед закрытием выдалась напряженной. В последний день, 27 октября, МФЦ работал не по графику, а до последнего клиента. В тот день было принято 3000 заявителей. Мы столкнулись с очень большим наплывом посетителей, потому что все знали о том, что мы закроемся. Естественно, торопились какие-то доделать свои дела, до которых раньше руки не доходили. Все окна были заняты с выходного дня, были отозваны сотрудники для того, чтобы по максимуму удовлетворить потребности жителей. То же самое мы будем практиковать и в первые дни после того, как мы откроемся и начнем прием. Те, кто придет в МФЦ 8 ноября, могут быть уверены, необходимые услуги они получат в полном объеме. Микрорайон «Зеленая аллея» – один из немногих видном, где есть своя площадка для выгула собак. А теперь здесь еще и установили долгожданные игровые элементы, где можно тренировать питомцев. Как жителям удалось добиться таких преображений, узнала наш корреспондент Юлия Погосян. Хорошо, ну а молодец, молодец, умница. Около двух лет назад жителям микрорайона «Зеленая аллея» удалось воплотить мечту и добиться выделения земельного участка под создание площадки для выгула и тренировок собак. Все получилось благодаря содействию местной управляющей компании и депутата по этому избирательному округу. Это место, где собаки могут между собой подружиться, побегать. Соответственно, здесь конкретно собаками занимаются, тренируют их, поиграть в мячик, в балку и так далее. И что я хочу отметить, что есть целая команда, инициативные группы, которые организовывали эту собачью площадку, и они строго на ней следят. У активной группы собаководов даже есть специальный график посещения площадки, чтобы питомцам было здесь комфортно. Долгое время на территории можно было играть и заниматься лишь собственными подручными предметами. Их хозяева приносили с собой. Но люди не переставали верить, что однажды власти услышат их просьбы об установке специальных тренировочных конструкций. И летом этого года еще одно желание любителей животных исполнилось. Мы обратились с депутатом нашим Гаевской Марией Викторовной к первому заместителю главы Граевну Альберту Александровичу. И он помог нам в осуществлении наших желаний и мечтаний. И установили нам мафы. Для того, чтобы мы могли полноценно уже заниматься тренировками со своими животными, их воспитанием. Конструкции для тренировок собак выполнены в соответствии со всеми стандартами, подобраны профессиональными кинологами. Это не только развлечение, но это полноценный спортивный объект, с помощью которого можно готовить собак к достаточно серьезным задачам. Эта площадка для выгула собак стала местом притяжения людей по интересам. Сплачивает собаководов, создают дружелюбную атмосферу. Сюда приходят даже жители соседней деревни Тарычева. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Вид на этого. Местное отделение Всероссийского общества слепых отмечает 30-летний юбилей с момента создания. Позитивное отношение к жизни и взаимная поддержка помогают членам организации забыть о своих ограниченных возможностях здоровья. На праздники побывала Галина Житкова. Вижу не глазами, а сердцем. Эта удивительная особенность отличает представителей общества слепых. Позитивные и добрые. Они не замыкаются за своих проблем со здоровьем, а стараются еще и помочь другим. Нас всегда знают, к нам ходят. Ну, правда, мы не очень два раза всего в неделю работаем. Но люди знают, что с 10 до 2 на ПЛК 14 их ждут с распростертыми объятиями. Приходите. Сегодня в обществе состоит 100 человек. На праздник позвали самых активных членов организации, которым вручили почетные грамоты от областной организации Всероссийского общества слепых. Достаточно давно уже общаемся с обществом слепых. Это те люди, которые действительно нуждаются в нашей поддержке. Это не просто инвалиды, а люди, которые плохо видят, либо вообще не видят. Поэтому наша задача людей, которые все видят, помогать вот этим людям. Давние друзья общества пришли в гости не с пустыми руками. Полезные подарки помогут не только организовать правильное чаепитие с вкусным тортом, но и увидеть мир четче и ярче. Уже больше 50 человек ходят в бесплатных очках. Сегодня только 6 человек стали обладателями очков и увидели мир счастливым, красивым, ярким, четким. И это только оставляет самое лучшее восприятие. Уютный домашний праздник в обществе слепых – лишь очередная дата большой дружбы людей, которых объединила общая проблема со здоровьем. Вместе они стали сильнее, и все заботы кажутся не такими масштабными, как в одиночку. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. По Дворце культуры города Видное прошла запись концерта, посвященного Дню Народного Единства. В связи с эпидемиологической обстановкой зрители смогут посмотреть его в онлайн-режиме, а также на телеканале Видное ТВ. О подготовке к мероприятию расскажем в нашем сюжете. Из эпидемиологической обстановки в очном формате концерт ко Дню Народного Единства провести не получилось. Поэтому сотрудники Дворца культуры города Видное приняли решение сделать запись мероприятия. Тот концерт, который планировался на 4 ноября с присутствием гостей, зрителей, уходит в онлайн-режим. Этот праздник необходимо записать, этот праздник очень ценен для нас, как и для всей страны. В записи праздничного концерта приняли участие творческие коллективы из Ленинского городского округа. Программа мероприятия состоит из 15 вокальных и танцевальных номеров. Наш концерт называется «Сила России в единстве». В нашем названии все сказано. Пока мы едины, мы непобедимы. Вы знаете прекрасно, что в нашем Ленинском городском округе много национальности живет. И мы все дружим. И сегодняшний концерт тому будет подтверждение. Пусть он и онлайн, но он будет добрый, позитивный. Открывают концерт юные участники вокальной студии из Лопатинской школы. В сердце России найдете вы их имена. Одна из солиста коллектива Дарина Габидулина рассказывает, что подготовка к выступлению заняла много времени. Мы ее репетировали долго. Мы танцы, песню сами репетировали. Мне она нравится. И всему коллективу вроде бы тоже нравится. Также со сцены прозвучат песни в исполнении хора «Россияночка». Коллектив у нас дружный, веселый. Репертуар у нас русские народные песни. Сейчас фольклор стали учить. Концерт будет доступен для просмотра 4 ноября в 12.00 в социальных сетях Дворца культуры. А также зрители смогут посмотреть его в 19.30 на нашем телеканале. Гуляй, Россия, гуляй красиво, а мне по сердцу характер твой. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»